Всем привет! В сегодняшнем обзоре необходимый атрибут для всех, у кого есть смартфон. Это, конечно же, защитные стекла от бренда Jellius. Сегодня я приготовил аж 4 защитных стекла, которые имеют свои свойства и свои особенности, о которых я расскажу немного позже более детально. Сегодня я взял Clear Glass 5D, Mat Glass 5D, Anti-Blue Glass 5D и Privacy Glass 5D. Конечно же, это все стекла от бренда Jellius. Начнем с того, что у этих стекол общего. Первое. Олеофобное покрытие, качественное, что не позволяет оставаться отпечатком пальцев на ваших стеклах. Второе. Это полное покрытие вашего смартфона. И еще, что общее у этих четырех стекол, это то, что они противоударные. То есть, если же вы уронили ваш смартфон, разбивается стекло, а не ваш смартфон. И вам достаточно просто поменять стекло одно на другое, на новое, на целое. И все. Смартфон в целостности и сохранности. Что еще характерно для этих стекол, это то, что само стекло, толщина его всего лишь 3 мм. Кто-то скажет мало, кто-то скажет много. Но поверьте мне, этой толщины хватает для того, чтобы полностью защитить ваш смартфон. Повреждается только стекло, но не смартфон. И клеющая поверхность на всем стекле. Некоторые бренды, которые выпускают стекла, и я это проверял, они, скажем так, жадничают. Они дают клеющуюся поверхность только по контуру, по ободку. И этого мало. Потому что возникает пыль, возникает воздух лишний. И, соответственно, вы не можете видеть полноценно всю эту картинку, которая есть на вашем смартфоне. Здесь эта проблема решена тем, что клеющая поверхность на всей поверхности стекла. Это я вам докажу, когда я буду клеить эти стекла на свой смартфон iPhone 7 Plus. Но это дальше. Давайте теперь рассмотрим каждое стекло в отдельности. Итак, Clear Glass. Это надежное прозрачное защитное стекло. Второе стекло это Mate Glass. Это матовое стекло для тех, кто не любит блик от внешних источников света, а любит ровную мягкую картинку. Матовое стекло идеально подойдет. Третье стекло это Anti-Blue Glass. Оно имеет такую же функцию, как и компьютерные защитные очки. То есть для тех, кто бережет свое зрение. Только здесь это для смартфона. Потому что вы постоянно, каждый день смотрите в смартфон. И для того, чтобы уберечь свои глаза, Anti-Blue Glass идеально подойдет. Четвертое стекло называется Privacy Glass. И как вы понимаете, здесь есть элемент приватности. Идеально подходит для тех, кто не любит, когда следят за его перепиской, за его смартфоном. Потому что когда вы едете в общественном транспорте, и кто-то вдруг подглядывает за тем, что вы делаете в вашем смартфоне, это раздражает, по крайней мере, меня. Поэтому я себе одел вот такое вот стекло. И каждый, кто смотрит под другим углом, нежели под прямым, на мой телефон, он не видит то, что там происходит. Это, допустим, хорошо бы подошло нашим народным депутатам. Тогда бы гемору было бы поменьше. А теперь, как и чем укомплектовано стекло в коробке. Я легким движением достаю ванночку пластиковую, в которой находится, во-первых, конверт картонный, в котором находится само стекло, а во-вторых, материал, который позволяет поклеить стекло на ваш смартфон. Это мы пока отложим, рассмотрим чуть позже, когда уже будем клеить стекло. В картонном конверте находится само стекло, его защищает вспененный материал и пластиковая подложка, которая защищает это стекло от повреждений и деформаций. Теперь предлагаю перейти к поклейке стекла на смартфон, как это происходит. Сразу же скажу, что инструкция по поклейке стекла есть на обратной стороне картонного конверта, в котором находится само стекло. Перед началом поклейки стекла вам необходимо открыть пакет с материалами, о котором я говорил ранее, и достать все содержимое, а именно спиртовую салфетку, сухую тряпочку для протирания экрана и наклейку для удаления пыли. Приготовьте телефон, достаньте влажную салфетку и хорошо ею протрите поверхность смартфона, куда будете клеить защитное стекло. Следите только, чтобы не осталось соринок и отпечатков пальцев. Далее возьмите сухую салфетку и тщательно протрите на сухо поверхность смартфона. Когда это сделали, отклейте клейкую ленту для удаления пыли и удалите все пылинки с поверхности смартфона. Клейкую ленту не выкидывайте, а поклейте на прежнее место. Она многоразовая и еще может вам пригодиться. Когда это сделали, возьмите защитное стекло и снимите с него пластиковую защитную поверхность. Беритесь за края стекла, чтобы на нижней поверхности не оставить отпечатков пальцев. Теперь аккуратно примерьте стекло к вашему смартфону, чтобы оно идеально садилось по краям. Лучше потратить немного времени и точно вымереть, чем потом повторно переклеивать. Если вы убедились, что контур защитного стекла совпадает с контуром смартфона, можете клеить одно к другому. Как я сказал ранее, клеющаяся поверхность находится по всей площади стекла, и как только вы его приложили к смартфону, стекло приклеивается по всей поверхности. Если же где-то остался воздух, просто возьмите сухую салфетку, протрите защитное стекло и выдавите воздух. Стекло сидит идеально и готово вас радовать. Я думаю, вот с этой частью, как клеить стекла на смартфон, все понятно. И у вас возникает вопрос, а насколько они прочные? Так ли мои слова соответствуют тому, как есть на самом деле? Предлагаю вам сейчас провести несколько краш-тестов и проверить, насколько надежны данные стекла. Для этого я взял несколько предметов с собой, чтобы их оттестить. Поехали! Для начала я взял парочку ключей. Ну, согласитесь, это проблема, когда ключи трутся о смартфон, и из-за этого поверхность портится. С данными защитными стеклами эта проблема ликвидирована. О, кстати, у меня же завалялся еще и нож. Вряд ли вы будете преднамеренно пилить ножом, но для теста оно сгодится. Уточнение. У этого ножа 57 единиц по роквеллу, и он легко оставляет глубокие царапины на стеклянных бутылках. Наше стекло выдержало его действие на отлично. Да, царапины есть, но на защитном стекле, а не на смартфоне. И напоследок я решил проверить, как справится это стекло с ударами ключей. Ведь всякое может быть. Простукивая стекло ключами, оно дало трещину. Но, трескается, как я уже сказал, само стекло толщиной 3 миллиметра. И оно не рассыпается на мелкие осколки, а держится на пленке. И вам достаточно просто поменять защитное стекло, а не сам смартфон. Защита дан. Надеюсь, я вам доказал, что эти стекла стоят своих денег. Переходите по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Приобретайте данные стекла. А мне уж будьте добры, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые обновления. Есть что сказать? Комментарии всегда открыты. Пишите, пишите, пишите. С вами я увижу в следующем видео. Пока. До встречи. Пойду еще что-нибудь поклею. Женщин, что ли?